что же на ремонте у нас вот такой работающий скарлетт это миксер работает в принципе нормально но часто не только в такого вида миксерах есть проблема когда он немного поработает и как бы нагревается внутри электродвигатель начинает скрежетать из-за нехватки смазки поэтому по сути дела я не могу довести его до такого состояния но подозреваю что речь идет о смазке может быть что-то подтянуть разбираем как он разбирается откручиваются вот эти два винта тонкой отверткой и еще вот нужно остальное фиксируется вот этой скобой именно у этой модели скарлетт вот так sc042 sc042 значит откручиваем один винтик вот здесь и потом просто всковыриваем это такая такой фиксатор как защелка что ли вот так вот жестко поступаем с крышкой этой она фиксирует все остальное снимается и теперь откручиваем два винта откручиваем тонкой отверткой крестовой у меня есть например вот такая с удлинителем причем удлинитель есть стандартный вот такой у него самодельный удлинитель для таких моментов когда но не влазит ничто и нужно очень длинный у меня вот такой удлинитель он специально себе сделал как-нибудь сниму про него видео значит все теперь после того как мы открутили можно разъединять он еще будет пытаться на защелках это держать защелки мы просто вскрываем держится дальше на защелках и мы потихонечку их физически разнимаем простите есть нюансы виноват есть еще два винта которые я не увидел почему-то думал это чисто декоративная но под ней прячется еще и винтики чуть не сломал собственно все все что необходимо дальше сделать как видим смазки нет вообще нигде но свистит он не здесь не на пластиковых деталях вот здесь на пластиковых тоже нет смазки смазать можно например вазелиновой смазкой так но смазки нуждаются втулки передней и задней они ходят подпружинены не проворачиваются сами насколько я вижу то есть их просто смазать вот их смазываем какой-нибудь смазкой например у меня есть сейчас покажу значит у меня есть так она называется проникающая смазка ее во первых удобно просто снаружи наносить просто пшикаем и все так как он туда-сюда ходит то его помогаем туда попасть то же самое с обратной частью и туда-сюда его загоняем ну и отсюда загоняем и крутим причем получается можно покрутить таким образом я смазал именно подшипники но вот это тоже нужно смазать здесь может подойти смазка базилиновая например какая-то смазка достаточно густая которая бы держалась тут вопрос единственно например шрус может подойти она имеет характеристики интересные и при холоде и при нагревании не растекается есть еще у меня такой же характеристики смазка для стиральных машин но в принципе тоже можно для смазки санников стиральных машин почему она дорогая потому что тоже даже при высокой температуре не не теряет своих свойств не становится жидкой и не сползает остается такой же достаточно плотный так скажем ну чуть-чуть можно потратить на то чтобы смазать здесь ну собственно это везде это все что нужно смазать еще есть вот здесь вот соединение но здесь можно смазать и вот смазкой вот это она проникающая и во все места подойдет собственно все это весь ремонт теперь уже она не будет вести себя таким образом поведет себя совсем по-другому сейчас я еще немножко нанесу много не нужно потому что при температуре он начнет сползать такая смазка не начнет сползать ее мало а вот густой смазки нельзя начнет сползать начнет протекать через корпус в пищу поэтому сюда например если шрус он черный и если черный здесь начнет капать то будет совсем не очень красиво ну собственно в этом весь ремонт можно смазать и снова машинка как новая повторяйте это не сложно и как видите ничего сложного тут больше нечего смазывать вот эти части шестерни и два подшипника в самом электродвигателе на этом все подписывайтесь на канал собираем обратное последовательность вставляем закручивать увидимся на канале вот